Пришел октябрь, тепло уже отступило, но все-таки днем еще проглядывает солнце, а ночью уже наступают небольшие заморозки. И вот тот перец, который у нас был на поле, уже листики у него пожухли, и он начал завидать. А вот как раз тот перчик острый, который у нас на наших теплых грядках, вы можете видеть, что листики у него, конечно, уже и начали грустнеть, но до сих пор еще продолжают оставаться зелененькими и полны сил. Вот вы можете приглядеться и увидеть, что плоды за сентябрь наросли. Те, которые мы собрали, красные, целую большую плошку. И вот еще есть на кустики зелененькие. И вы знаете, перец еще продолжает цвести. Вот сейчас предстоит выбор, то ли его обрезать, то ли его целиком, все кустики отдельно в каждую плошку рассадить, и пусть он уже дома продолжает дальше цвести, пролить его какими-то настоями витаминными. Потому что очень жалко. Вот перец так старается. Он уже, по-моему, третий раз выкидывает цветочки, чтобы отплодоносить уже третью волну. И будет как-то очень неуважительно по отношению к нему обрезать сейчас его. Вот вы можете наблюдать, что здесь даже уже завязываются плоды. Этот перец, я напомню вам, тринедатский скорпион, самый острый в мире, ну, на сегодняшний момент. Хотя уже, по-моему, селекционировали еще острее, но его используют только там в каких-то технических целях. Вот посмотрите, рядом также перчик просто шикарно себя чувствует. И вот вы можете видеть, что в октябре сколько много плодов. Да, они зеленые, но их столько много. Это вот чуть-чуть бы, вот месяц бы, если бы тепла, или хотя бы, если бы находились бы они в парнике, очень много перца бы еще бы отдалось бы. Обязательно поделимся с вами рецептом. Две недели он у нас стоит под гнетом. Потом мы этот рассол кипятим и заливаем его. И он прекрасно хранится всю зиму, и чем дольше стоит, тем даже вкуснее становится. Так, тринедат мы выкопали. Посмотрите, какой у него ствол. Это практически стало уже деревом. Перцу третий год. Ну, как можно такое чудо просто взять, выкинуть или еще? Естественно, его нужно продолжать, я считаю, дальше выращивать и посмотреть, что же он даст нам на следующий сезон. Будем использовать обычную вот такую плошку пластиковую. Будем использовать ту землю, в которую он рос. Ну, единственное, может быть, мы его только подкормим какими-то настоями при пересадке, если это потребуется. Зимой также мы его проливаем периодически удобрениями. Вы можете использовать либо покупные, но я думаю, в каждом хозяйстве есть свои рецепты. Вот по поводу острого перца я миксовал, использовал и настойка ровняка, также использовал птичий помет, вот настойку летом делал туда. Ну, вы все прекрасно, наверное, слышали такие рецепты вот зеленых коктейлей, когда все это уже перебродит, и мы потом это разводим и проливаем. Ну, я вам скажу, что вот острые перцы очень хорошо отзываются на такое удобрение. Я покупал как Здравень Турбо. Вот, посмотрите, какие чудесные плоды. Тут, кстати, вот, видите, еще два перчика маленькие. Это тоже очень жгучие перцы. Вот, посмотрите, какие прекрасные плоды дал наш скорпиончик. Сейчас они у нас здесь подсушиваются. Потом мы его освободим от семян, а сам перец мы перемолим и смешаем с солью. И будем использовать уже как приправу. Концентрация нужна очень и очень маленькая, когда вы добавляете в блюдо. И соблюдайте, пожалуйста, меры предосторожности и защиты. Если вы берете его руками, лучше одевайте перчатки. Посмотрите, как красиво они стоят на столе. Сейчас они акклиматизируются, наши перчики. Мы их прольем тепленькой водичкой. И они снова оживут. Естественно, мы лишнюю ботву все уберем. И пусть они уже привыкают к домашнему теплому уюту. Ребят, ставьте лайки, задавайте вопросы, какие видео вы хотите видеть на нашем канале. И мы обязательно будем снимать вам видео-ответы. Благодарим вас за то, что вы смотрите нас. Успехов вам в труде и всего хорошего.